так пишет девочка что китай активизировался тебя плохой знак во первых я не пойму о чем это проявляется что китай активизировался то что он поплавал вокруг тайваня вы имеете ввиду или то что компания хиквижин до крупнейшая в россии 70 процентов по моему поставок в россию в один день вот так исчезла то что 80 процентов платежей не проходит китайских в россии российских китай я не понимаю на каком основании вы говорите что по моему китае это последнее о чем сейчас стоит переживать понимаете я слышал что там британцы по моему ряда что есть сведений то ли поставляет оружие то ли собирается поставлять пока ну на поле было по крайней мере такого не видно чтобы было какое-то китайское вооружение да и потом понимаете в чем разница нам сейчас начало приходить наконец-то в достаточно приличных объемах меньше чем хотелось бы но больше чем было выйдет 7 голодных месяцев то есть к нам сейчас стало заходить американское вооружение там западная французская американская там ну то есть западного мира это атакам суда который там одним кассетой вынесла вот вчера вынесла этот самый три пусковые с 400 и один радар и 400 одной кассеткой ну это же прелесть видели это видео посмотрите получите удовольствие сегодня он эти это прозвучит конечно саки разбомбили ну понимаете ребят почему вы говорите что может дать китай даже допустим он будет что-то давать россии такие же совковые старые снаряды потому что ну китай сейчас переходит на другие калибра на другое он может отдать конечно совы совковой этой продукции там немеряное количество но я лично вам говорю чтобы вот в каком двадцать втором году сидела тут под пологами прилетал 10 миллионов снарядов за этот год выпустили россияне ну вообще по всей линии фронта понимаете это в пять раз больше чем они могут себе позволить сейчас ну как бы там не помогал китай все равно это старые советские блин вонючие поганые блин хреново попадающие разного порохов зарядов то есть это совсем не то же самое что эскалибур попадающие там я не знаю в ноздрю так что не переживайте и потом я не думаю что китай будет этим заниматься зачем то есть объясните мне вот зачем сейчас китаю подставляться и так против него уже санкции там будет америка против этих автомобилей электромобилей европа вводит санкции у китая нифига не веселая ситуация народ это тоже куда-то там 2 экономики первая там говорят экономика мира по размеру вы понимаете что я же мне 50 я помню что китай когда китай был это махровые полотенца и тормоза все это страна которая голодала постоянно блин она поднималась исключительно за счет поднялась исключительно за счет того что америка предоставила свои рынки сбыта для того чтобы поднять китай в противовес советскому союзу киссингер постарался молодец блин удружил был нафиг честно честно говоря вот этот ну ладно помер и бог с ним то есть в военном смысле китайцев вообще ни о чем ну ни о чем пускай они отличные торговцы все там я понимаю но как ну с как они воюют это жах да хоть против японцев хоть вроде вьетнам со хоть против кого угодно но назовите мне единственное что они накостыляли на полу на острове даманский россиянам советскому союзу да и все-таки отхватили этот остров в общем не парьтесь по этому поводу китай и если сейчас перекроет а идет все к тому что перекрывает америка выводит свои производства из китая во вьетнам из свои производства из китая блин в мексику свои производства из китая в индию вообще врага китайского понимаете там блин не просто так это его грандера обанкротилась извините меня 300 миллиардов долгов вы понимаете что такое 300 миллиардов долга обанкротилась одна строительная компания 300 миллиардов долгов это блин полтора бюджета блин полтора ввп украины уже было примерно понятно да о чем речь идет какие суммы так что с китаем там не все так великолепно как бы не я не думаю что из-за чего сейчас идти на обострение дали если перекрою сейчас рынок сбыта европейцы американцы китаю да там много заводов тогда там много там их рабочей силы куда ничего не будут сбывать индусам или я не знаю кому африканцам погоник покупательной способности нет это что сейчас вот это путин он вообще гений просто антимидос понимаете когда это говорил газпром миллер говорил он в каком-то году там станет будет капитализация триллион долларов она стала триллион но только убыток будет в этом году 700 миллиардов до рублей правда не долларов а зачем году триллион убыток это просто вы думаете китайцы пойдут на такую же схему ради чего то есть сейчас им россии так дают газ практически бесплатно в убыток себе потому что опять же откуда у газпрома убыток европу перестали продавать а китаю продают по вообще копеечной цене ну да так нет 7 миллиардов убытка долларов принесла только в этом году прошлом 23 это самое газпром то есть отдают бесплатно вас отдают нет и не то что еще и просят умоляют откройте вторую эту трубу газовую а китаю нафиг этот газ не нужен потому что китай продвигает свои солнечные панели дешевым газом заваливать мир это как раз против солнечных панелей китая то есть как бы самим себе яму копать он им нафиг не нужен этот газ это вторая сила сибири первая сила сибири то есть такие блин то есть ради чего что нужно китаю от россии россии так все дает китай сейчас за бесплатно практически за за бесценок совсем не так как продавала в европу там тот же вас это уже не ну то есть вот что вот зачем взять даже машины там поймать он продает по своей цене завышает цену китая учет думать о друг такой большой китай россии конечно в общем не парьтесь и по поводу китая у нас сейчас главное чтобы для украины я не знаю кто может что не может блин как-то надо уговаривать убеждать людей что надо снять вот эти ограничения чтобы мы не можем бить западным оружием по россии пока как это называется конвенциональной по каноничной территории российской федерации это надо снимать потому что ну это не серьезно да ну действительно мы как-то это странно россия иранскими ракет шахидами по нам бьет по нашей территории россия бьет по нам северокорейскими баллистическими ракетами а вот мы украина то есть это вторая армия мира россия до российской федерации а нам от украинцам почему-то нельзя таком цены глупануть блин там же с харьков мой сносят да понимаете который только же мне написал аварит харьков это сдавала екатерина 2 я харьков чаю 1654 год основания харькова за 70 лет до своего рождения екатерина великая подписала указа за обознавание харьков просто блин эпически там у людей одна извилина в мозге это наверно просто то что он когда-то косяк блин его мама уронила капец ладно что это сносят город харьков и мы ответить это практически не можем потому что вся эта арта все эти самолеты вот эти кабы то есть нам сейчас надо f16 я думаю что дадут нам в общем кто может как-то действовать убеждать и говорите что надо снимать эти ограничения потому что и самолеты эти надо будет сбивать которые кабами забрасывать сейчас у нас единственная такая серьезная проблема уже все вроде у нас там есть брэдли там танчики блин там все сейчас будут f16 еще сейчас нас задал будет кабы против кабов конечно ну хрен ты че сделаешь ну потому что он за 70 километров его сбрасывает там за 50 за 40 его никаким по его не достаешь кроме этим этих патриотов они дорогие и их жалко не не использует их видите на такие цели ладно в общем затянули опять в общем про китай ну по-моему это такое я же говорю счета блокируют китайцы смотрели в этом я статью даже какую-то выкладывал о том что всем банков пробовали счета открыть чем расплатиться с россии китайские поставщики и так он вреду миллион двести миллион долларов миллион четыреста тысяч долларов профукали подарили российской федерации не смогли через банки провести так что нет скиты за китай не переживайте еще раз они не такие это этого путина что-то я не знаю ну просто это надо за за несколько лет за три года он из страны там все буду украины напаримайтесь сейчас нам надо дождаться f16 и как-то уломать америку европу на то чтобы они дали нам все таки работать западным оружием по россии разнести на хрен москву блин на фиг логистику и логистику конечно не быть такими упурями нам украинцам как россияне которые северный стал там первое что прилетело по моему району это под моим балконом влетела в садик понимать вот просто под моим балконом вот дырки а логистику надо снести чтобы до 15 миллиона агломерация там перестала снабжать идеями мыслями короче все цепь до украины